Приветствую вас! И вы знаете, вот с моей точки зрения, как это, например, вижу я, да, вот именно с моей точки зрения, я, конечно, думаю, что говорить нужно. Я, конечно, думаю, что нужно говорить об этом дальше и, наоборот, замалчивать те темы, которые волнуют вас, которые беспокоят вас, не стоит, да, вот. Но в то же время я прекрасно понимаю, что разговаривать, говорить на какие-то темы можно по-разному. То есть, условно говоря, можно говорить с определенной перспективой проживания, с определенной перспективой прогресса. А можно говорить, ну, по факту, по сути, да, об одном и том же, к примеру. И если мы позиционируем разговор ваш так, что вы будете говорить об одном и том же, то, конечно, вот говорить об одном и том же, наверное, действительно вредно. Вот. Потому что, ну, если разговор никуда не идет, да, если, как бы, его итогом не служит некоторое новое переживание, некоторые новые эмоции, некоторые новые, ну, открытия, может быть, чувства и так далее, да. То есть, если вот ничего этого нет, то, конечно, в таком случае можно говорить о том, что разговоры только лишь вред. Вот. Ну, это брат. Ну вот, ээм... В целом, я так сказал, что говорить об этом, более. О том, что вас в том же время надо говорить, более. Потому что вас беспокоишь. как говорить, полез, и в том числе с мамой, которая тоже переживает и не может со своими условно переживаниями что-то сделать, ну потому что вот она не привыкла что-то с ними делать. Вот, это конечно же не просто, особенно в случае, что ваш мамой человек постарше и будет какую-то вот свою линию пытаться гнуть, но тем не менее. Я думаю, что ваш психолог вполне может, вполне мог бы помочь вам выработать какие-то конструктивные модели взаимодействия с той же вашей мамой. Чтобы это было для вас не так травмирующе. То есть, ну, можно научиться конструктивным навыкам общения. При условии, конечно, если вы этого хотите, при условии, конечно, если вам это нужно, при условии, конечно, если вам это интересно и так далее. Вот. Тут, как бы, вопрос о практике, вот, и желание, ну, вашего желания это делать. Вот. И, в принципе, все. Вот. Избегаясь разговора, особенно на такую вот больную, неприятную тему, значит, ну, значит, консервировать, ваше переживание, ну, в глубине вас. Вот. Вот. Чего, я думаю, вы никак не хотели бы. Ну, мне так, по крайней мере, кажется, что вы бы не хотели. Особенно в случае, что вы увидели, как можно вы поняли, что можно лучше поняли, что бывает по-другому, бывает хорошо. Вот. Мне кажется, что вы не будете мириться с тем, что стало вот несколько хуже. Я думаю, примерно так. Вот. Поэтому обратитесь к своему психологу, вот, который вам помог, и я думаю, что вам, как бы, дадут ресурс, дадут возможность с учетом ваших особенностей, вот, чтобы справиться с своей непростой задачей, вот, с разговором с нам. Вот. Тут, конечно, понятно, да, что, идеальным вариантом, наверное, было бы, чтобы вы жили отдельно, вот, идеальным вариантом было бы, чтобы вы со твоей мамой жили отдельно, чтобы она, ну, не травмировала вас, да, может быть, сама того не желая, вот. Ну, понятно, что во мной ничто есть не всегда, и это нужно, конечно, учитывать, поэтому, если так, так уж случилось, что живете вы со своей мамой, то нужно воспринимать это, как, как, еще один способ поработать в своей праве. Да, конечно, 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 угроза, возможность, вероятность, вероятность, возможности того, что вам станет хуже. Есть, конечно, ну, может быть, ассоциативная память всплыть, да, и, к сожалению, это возможно. Но, я думаю, что если психотерапия идет, особенно, если она не прорывается, очень важно, чтобы психотерапия не прорывала, вот, вот, то вам, я уверен, ничего не грозит. Уверен, я в этом, ну, практически на сто процентов, вот. Хотя понятно, что это все из области сейчас погадать. Вот, потому что есть, ну, свои нюансы в этом. Вот, ну, я надеюсь, что общую мысль вы поняли. Вот, потому что, ну, не говорить об этом, вот, не получится. Вот, потому что это мама, потому что она слишком много в этом ворится, потому что для нее это способ, вот, обращаться. Ну, со своими эмоциями, вот так она, как она обращается к нему. Вот, по-другому не умеет. Другого вопроса, конечно, понимать, что она не заинтересована в том, чтобы проживать их. Ну, чтобы избавляться в их числе, вот, она, вот, не заинтересована. Вот, вы имеете, по-другому, что это в виду, вот, когда будете, ну, условно говоря, работать, когда будете взаимодействовать с эмммм. Вот, и не ждите, что там, что что-то изменится, да, как бы. То есть, не ждите, что ваша мама, ну, вам напоминает, будет нести себя по-другому как-то, вот. К сожалению, не будет. К сожалению, не будет. Нам, скорее всего, не будет. Она, может быть, была бы и рада, да, но, вот, не все, к сожалению, нам по-другому. Ваше беспокойство я вполне себя понимаю, я его разделяю, вот. И говорю, что, вот, вам, ну, нужна поддержка. Что, вам, ну, что вам нужна помощь, что одной вам будет, ну, сложно, особенно, если вы, вот, только-только, ну, вышли из-за своего такого состояния, да, только-только вы ее. Начали ощущать, что может быть по-другому, вот, то, как можно, вам будет нелегко. А ты, да, есть, конечно, вероятно того, что вы, ну, от качества ценового, это правда, вот, ну, это не так страшно. Как, например, если то, что вы будете консервировать свои чувства, да, консервировать свои эмоции, да, консервировать свои проживания, так далее. Так что, вот, наверное, как-то вот, какой-то такой, наверное, ответ получается. Сейчас, вот, если мы смотрим на практику, да, вот, и я могу только надеяться на то, что вы... Сделайте для себя определенный выбор, вот, я надеюсь только на то, что вы... Ну, получили... Ну, получили... Пиши для размышлений, окей. Теперь, с новыми ссылами... Будете двигаться дальше, будете двигаться дальше. Вот. Ну, собственно, на то, что... А, собственно... Стоит кроме себя. Стоит про ваших... ВОООТ. Вот как-то, наверное, так. Какой-то, наверное, такой ответ я хотел бы... На этом все, я желаю вам всего самого доброго, я хочу пожелать вам удачи, хочу пожелать вам успешного разрешения вашей ситуации, вот, буду благодарен за обратную связь по моему вопросу, это поможет вам в работе над собой, вот, ну что, хочу пожелать вам стерпения, хочу пожелать вам выдержки, вот, и уверен, что у вас все получится в итоге, уверен, что с тринетой вы справитесь, чтобы было, что лед странулся.